МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на Первом и Тищенском студии. Анна Смирнова. Вы смотрите информационную программу «День» и вот о чем мы расскажем сегодня. Ликвидацию самовольных построек обсудили на городском оперативном совещании. Конечно, мы видим, есть факты вопиющие, которые просто недопустимы. По просьбам жителей на станции Перловская реконструируют пешеходный мост. Так будет намного удобнее передвигаться. В Российском университете кооперации стартовал региональный этап чемпионата профессионалы по компетенции «Банковское дело». У нас ребята подтверждают высокую подготовку в этой сфере. Презентация книги «Будем жить» встреча поколений состоялась в молодежном центре «Импульс». Начнем с главной темы. На оперативном городском совещании обсудили тему законности размещения коммерческих объектов, а также исполнение решений суда по сносу самостроев. Напомню, в городском округе Мытищи была создана межведомственная рабочая группа по организации сноса таких объектов. На сегодняшний день решение суда об их ликвидации вступило в силу по 25 зданиям. Продолжить тему Екатерина Шарыпова. Борьба с незаконно возведенными объектами – одно из приоритетных направлений работы администрации городского округа Мытищи. Специалисты из года в год не только выявляют самострой, но и пресекают их возведение. В распоряжении у главы городского округа Мытищи создана межведомственная рабочая группа по организации сноса строений. Первой задачей у нас была ревизия всего того, что у нас уже напросужено на данный момент. Сейчас на территории округа 21 незаконная постройка. Это дома, гаражи, торговые павильоны и различные пристройки, которые были возведены без оформления градостроительной документации, что является грубым нарушением, а значит, они подлежат сносу. Мы живем в правовом государстве, и все действия должны наши совершаться в каком-то правовом поле, которое допускает действующее законодательство. Вот эти строительства незаконные, ну, трудно сказать, о чем думали те люди, которые затрачивали свои средства на строительство при отсутствии разрешительных документов. На сегодняшний день по 25 объектам вступило в силу законное решение суда о сносе зданий. Работы начнутся в ближайшее время. Кирпичное двухэтажное здание в деревне Новосельцево возведено на земельном участке для размещения производственно-складской зоны. Основание для сноса решением Этичинского городского суда. В отношении данного земельного участка мир дачной амнистии не действует. Соответственно, отсутствие разрешения на строительство повлекло такие печальные последствия. Узаконить уже построенный объект возможно. Для этого необходимо поставить его на государственный кадастровый учет. Администрация всегда рассматривает все обращения. Если есть возможность каким-либо законным путем помочь заявителю узаконить строение, мы стараемся идти навстречу. Но, конечно, мы видим, есть факты выпиющие, которые просто недопустимы. Поэтому эта комиссия будет продолжать работать. Она работает и по обращениям граждан, и по выездам. То есть, эта работа ведется на постоянной основе. Также на совещании озвучили данные об оперативной обстановке на территории округа за прошедшую неделю. Операторами системы 112 принято более 7 тысяч вызовов. Большая часть по линии скорой помощи. В пожарную службу передано более 200 сообщений. А сотрудники полиции приняли свыше тысячи звонков. В ЕДДС принято обработано 1668 телефонных вызовов. Из них поставлено на контроль исполнение 581 сообщение. По линии ЕДДС зарегистрировано умерших 36 человек, пострадавших в ДТП 1, заболевших детей в возрасте до 16 лет 171 ребенок. В завершении первый заместитель главы администрации напомнил о предстоящем общегородском субботнике, который состоится 22 апреля. Олег Сотник призвал жителей принять в нем участие, чтобы сделать мытищи еще краше, чище и комфортнее. Екатерина Шарыпова, Денис Корнев, Первый, Мытищинский. На станции Перловская проводятся ремонтные работы на участке, который прилегает к железнодорожному мосту. Замена плиточного покрытия на входном участке проводится по многочисленным обращениям граждан. О неудовлетворительном состоянии транспортной инфраструктуры жители написали на портал Добродел. И вскоре РЖД приступили к ремонту. Когда планируется завершить работы, смотрите в нашем следующем сюжете. Ежедневно через это место проходят тысячи людей. Несколько лет назад он стал небезопасным не только для пожилых и мам с колясками, но и молодых жителей, которые пользуются станцией Перловска, чтобы доехать до учебы и работы. В связи с этим ни одно обращение поступило на портал Добродел. Вместе с городской администрацией железнодорожники оперативно провели проверку пешеходного моста и организовали ремонтные работы. Жалоба была доведена до сотрудников РЖД, учтена. И в данный момент мы наблюдаем последствия решения данного вопроса. Значит, здесь у нас будет с вами выложена новая плитка, так как старая уже была в плохом состоянии. Также у нас здесь плохое качество схода. Если мы с вами пройдем, мы увидим, что ступени уже обрушаются. Будет произведено строительство каркаса железного. Новый железный каркас заасфальтируют. Лестничные пролеты полностью реконструируют. И жители городского округа получат безопасный способ доступа на пешеходный переход. Ремонт входного участка на мост долгожданный для сотен горожан. Восьмой год уже работаем. И вот с того времени, восемь лет, все обещают, как следует отремонтировать мост. Так что мы этого ждем. Я вот, получается, второй год уже езжу, и да, вот так и было с самого начала. Долгожданно, так будет намного удобнее передвигаться. Ремонт там был не очень, потому что особенно зимой, когда покрыт льдом, это очень опасно там было идти. Я тут часто вижу, что пожилые ходят, но для них это, особенно зимой, это вообще ужас идти по этому. Ладно, если я там аккуратно могу пройти. Ступеньки абсолютно не ремонтировались давно, кривые сейчас невозможно. Зимой ходить просто невозможно. Ну, я смотрю, здесь что-то делается уже, все решается. Ну, здорово, отлично. Безопасные подходы к железнодорожным путям – важная стратегическая задача муниципалитета. Взаимодействие по различным проблемным вопросам в мытищах ведут с РЖД. На сегодняшний день у нас налажена работа по взаимодействию с администрацией города Мытища. Обрабатываем поступившие обращения, принимаем меры. В полном объеме работы будут выполнены до конца недели, а пользоваться пешеходным мостом, как обычно, можно уже сейчас. Строителями закончены самые срочные работы. Анна Смирнова, Максим Силаев, Первомытищинский. К другим темам. Очередной форум председателей Советов многоквартирных домов прошел в Мытищах. В нем участвовали представители администрации, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, а также лидеры общественного мнения. Основной темой встречи стали проекты по улучшению качества жизни, которые будут реализованы на территории округа. Мои коллеги расскажут подробнее. Председатели Советов домов – люди грамотные в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Они, как никто, знают о проблемах своего дома и делают все возможное для повышения качества жизни в своем микрорайоне. Сегодня самые активные принимают участие в форуме председателей Советов многоквартирных домов. Сегодня мы проводим форум председателей Совета домов, председателей Совета улиц. Мы ведем с ними прямой диалог непосредственно между нами и жителями. И существует такое связующее звено, как председатель Совета дома. Данная программа у нас уже действует третий месяц. Мы хотим сегодня подвести итоги того, что нам уже сделано, отблагодарить особое отличие, чтобы представить Советов домов, уделить частичку своего внимания и сказать очередной раз спасибо за проведенную ими работу. Через председателя Совета дома выстроена прямая линия взаимодействия с представителями городской администрации и управляющими компаниями. Свои предложения и инициативы жители выдвигают на встречах, которые проходят в округе по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В настоящее время в нашем городском округе успешно реализуется принцип губернатора «Жители всегда прав». Данный принцип поддерживает глава городского округа Матищи Юлия Олеговна Купецкая. В рамках данного проекта мы стараемся выстраивать диалог с жителями, тем самым получается у нас доступная власть. В ходе таких встреч формируется инвестиционный паспорт дома для дальнейшего рассмотрения и включения в план работ. У нас состоялась встреча с представителями администрации. Приятно, что встреча стояла рядом с домом. Встреча при неучастии жителей нашего дома, которые заинтересованы были получить информацию из первых рук и выискать свои пожелания администрации. Ну и увидеть, что на наши пожелания есть отклик. На форуме представители администрации рассказали о проектах по улучшению качества жизни, которые будут реализованы на территории округа. Участники смогли задать вопросы представителям администрации и руководителям организаций в сфере ЖКХ и благоустройства, а также поблагодарили их за плодотворное сотрудничество. Управляющая компания и администрация меня не забывают. Всегда, когда какие-то серьезные вопросы приглашают. Больше того, я в отдельных случаях помогаю, так как я по образованию инженер. Сказать плохо всегда у людей время находится, а сказать спасибо работнику жилищно-коммунального хозяйства не всегда хватает времени у людей, хотя они очень часто этого заслуживают. Председатели Совета домов также отметили, что такие встречи позволяют выстроить конструктивный диалог и получить конкретные результаты. Очень приятно, что нашему дому стало уделяться внимание. И мы видим, что с каждым днем у нас на глазах просто происходит улучшение, улучшение, улучшение. Я думаю, что будет дальше все продолжаться, осуществляться наши мечты. Сегодня самых активных председателей многоквартирных домов отметили благодарственными письмами. Екатерина Шарыпова, Андрей Капустин, Первый Матищинский. Масштабное весеннее мероприятие по уборке городского округа Матищи состоится уже в эту субботу. Участие в нем может принять любой желающий. В рамках общеобластного субботника будет выполняться сбор мусора и листвы, окраска, ограждений и клумб и многое другое. Организаторы уже подготовили необходимый инвентарь. Жители могут получить его в пунктах выдачи. С адресами можно ознакомиться на официальных ресурсах администрации. Продолжим выпуск. В Российском университете кооперации стартовал региональный этап чемпионата профессионалы по компетенции «Банковское дело». В соревновании принимают участие студенты и школьники не только из Матищ, но и из других городов Подмосковья. Особенность конкурса в том, что каждого учащегося будет сопровождать эксперт-наставник. Это очень важно для передачи опыта и профессиональных навыков молодому поколению. Подробности у Сергея Берзина. Чемпионат профессионалы – это новое направление в системе конкурсов профессионального мастерства. В Московской области в этом году в нем принимают участие 850 школьников и свыше тысячи студентов. Для этого выделены специальные площадки, на которых пройдут соревнования по сотням компетенций. А самое главное – победители и призеры конкурса получат возможность пройти стажировку на базе предприятий партнеров чемпионата или получат предложение о трудоустройстве. Поддержать участников соревнований пришла глава городского округа Юлия Купецкая. На повестке дня все тот же кадровый вопрос – кем выйдут учащиеся из стен вузов и СУЗов в ближайшие годы. Очень приятно, уважаемые наши участники, что вы дошли до этого этапа, прошли свой внутренний отбор, тренировались по банковскому делу, достигли успехов. Это не просто конкурс профессионалов, а перед нами уже сидят юные профессионалы своего дела и ребята, которые увлечены той будущей профессией, которую вы в ближайшее время получите. Мы действительно городом заинтересованы, я уверена, и в целом регионе для того, чтобы получать квалифицированные кадры. А кто такой хороший профессионал в банковском деле? Кажется, все, что связано с финансами, покрыто тайной. Но работник банка сегодня – профессия публичная и довольно распространенная. Мне приходилось освещать конкурсы профессионального мастерства разных профессий – водителей, токарей, слесарей. И это было привычно. Но конкурс профессионального мастерства банкиров, хотя бы и будущих банкиров, никогда. Да, банковское дело – обычная офисная работа, без всякого шлейфа таинственности. Если человек заинтересован и планирует пойти в банк, то это достаточно легко, нужен просто интерес и цель. То есть работа интересная? Да, достаточно. Банки помогают развиваться бизнесу за счет кредитования малого, среднего бизнеса и крупного, расширять производство, закупать оборудование и так далее и тому подобное. Соответственно, развивается бизнес, как сектор экономики, ежедневно кредитуются, ежедневно открываются расчетные счета. То есть банки занимают ведущую роль в помощи современному бизнесу. В теории банковского дела все так, но важно, чтобы практика подтверждала эти слова. Такие конкурсы позволяют выявлять наиболее активных и перспективных ребят, которые уже сейчас погружены в изучение основ своей будущей профессии. Банковскому делу можно обучиться за 2-3 года в рамках получения среднего профессионального образования. И у нас ребята подтверждают высокую подготовку в этой сфере. Победители регионального чемпионата представят нашу область на национальном чемпионате по профессиональному мастерству. Сергей Берзин, Денис Корнев, Первый Матищинский. В молодежном центре «Импульс» состоялась презентация книги и показ фильма «Будем жить». Среди гостей мероприятия авторы, режиссеры и те, кто в детстве побывал за колючей проволокой фашистских лагерей. Этот проект поддержала и администрация муниципалитета. В следующем сюжете расскажем о том, кто работал над созданием фильма и книги, и кому авторы проекта подписали первый экземпляр. Есть моменты, о которых в будничной суете мы редко вспоминаем. Остановиться и оглянуться назад в прошлое позволила презентация книги «Будем жить», в которой написаны воспоминания бывших малолетних узников фашистских лагерей. От Лидии Лаврентины Слезкиной, которая тогда была председателем общества, мы узнали, что они хотят издать книгу. Но, к сожалению, она умерла, и вот работу пришлось завершать нынешнему председателю, Валентине Ивановне Лашиной, мне Ольге Антропову и Алифтине Пифановой. Воспоминания узников документальны. Их авторы – самые обычные люди, которые вспоминают то, что навсегда впечаталось в память. Как угоняли с родной земли, какие эксперименты ставили на них фашисты и как удалось выжить. Это книга их памяти. И чтобы современные дети знали и помнили, что такое фашизм. Об этом на презентации книги, обращаясь к школьникам, говорила глава округа Юлия Купецкая. И сегодня ту книгу, которую будет презентовать Валентина Ивановна и Ольга Алексеевна, она совершенно, ребята, о другом детстве. О другом, в котором было мало улыбок, в котором практически не было праздников. И много тех вещей, которые для нас сегодня с вами кажутся обыденными. Кажется, так давно это было. Но только не для тех, кто прошел сквозь ужасы фашистских застенков. Биография этих людей – это настоящие уроки мужества. Для молодого поколения. Жительница Мытищ Валентина Ивановна Лошина в годы Великой Отечественной войны пережила много драматических событий, о которых она рассказала на встрече. Мы вот были в тюрьме, потом через какое-то время нас тоже повели на расстрел. Меня мама несла на руках. И так как немцы всегда собирают всю деревню, всех, кто здесь есть, и мама меня сумела бросить в толпу народа. Валентине Ивановне было больно еще раз мысленно переживать ужасы плена. Но она нашла в себе мужество рассказать о том, о чем забывать нельзя. Свидетелям тех страшных событий далеко за 80, но они помнят все до мельчайших подробностей. И они последние, кто имеет право рассказать об этом, потому что пережили сами. И мы с большой радостью первый экземпляр, который вышел буквально позавчера, мы хотим подарить Юлии Олеговне Купецкой, потому что это тот человек, который, собственно, сделал все, чтобы эта книга увидела свет. Помимо книги, зрителям был показан одноименный фильм, в котором участники событий рассказывают о том, как прошло их детство на фабрике «Смерти». Татьяна Горностаева, Александр Соломкин, Первый Матищинский. В Донском храме в Перловке прошла благотворительная пасхальная ярмарка, на которой были представлены оригинальные авторские товары ручной работы, выполненные прихожанами. Уже пять лет Донская артель проводит мастер-классы по валянию, декупажу, флористике и пасхальной выпечке. Особое внимание у гостей ярмарки вызвал робот для росписи яиц. Так называемого яйцебота сконструировали в инженерном клубе при Донском храме. Ярмарка – это уникальная живая площадка, на которой можно всей семьей провести один из пасхальных дней. Главная ее цель – сбор средств на строительство храма в Перловском парке. До праздника Вознесения будут звучать слова «Христос воскрес!» Пасхальным богослужением для верующих не заканчивается время радости. Началась Светлая Седмица – неделя особых дел милосердия, помощи нуждающимся и традиционных праздничных концертов. Ей посвящен новый выпуск программы «Мытищи православные». Везде у воскресшем из мертвых, богочеловеки, люди знают. И вот эти вот краткие записки четырех евангелистов оказались приведенными практически на все языки мира. Как нам научиться продлить вот эту пасхальную радость не только на 40 дней вперед, да, до Вознесения, когда мы будем приветствовать друг друга этим пасхальным приветствием, но и на весь год. Это вообще возможно? Самое главное – идти путем Евангелия. Тогда, я думаю, что эта радость будет настоящей. Разговор о Пасхе, вере и важных смыслах не пропустите на нашем телеканале уже в эту пятницу в 20.00. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. Помните, смотреть новости Первого Матищинского вы можете и в социальных сетях. Удачи и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!